МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда нам предложили записать эту песню, до этого я ее, соответственно, не слышал. И сказали, что хотелось бы, чтобы записывали люди, которые тоже имеют свою историю, то есть коллектив, самоцветы. И я к этому, конечно, отнесся именно так, что клуб «Динамо» – это один из старейших клубов и очень уважаемый. А сама по себе песня мне очень понравилась, потому что она действительно имеет настрой бойцов таких. Вообще такие песни лучше писать вечером или ночью, когда уже и связки разогреты, и сам организм. То есть не хватает немножко вот этого подачи. Ну, потому что еще рано, еще не проснулись там. Ну, артисты вообще вечерние все. Когда есть о чем поешь, ты понимаешь смысл, то очень легко записывать. Сам по себе характер сразу вам прямо с первых аккордов слышится. В свое время, в 1985 году, у нас была серия концертов в Театре Эстрады. И вместе с нами там работал балет Театра Эстрады. И там работало несколько девчонок из жен хоккеистов. В том числе там и Мальцева, и Палаги. И ребята приходили, мы были знакомы. И, в общем, тогда вот, можно сказать, были кумиры в прямом и переносном смысле. Я думаю, что она как раз для «Арены» очень клево будет звучать. Потому что, действительно, она и очень заводная, и простая. Трудно бывает и сложные мелодии запоминать. А здесь как-то само по себе она несколько предсказуема, то, что будет дальше. А это самое главное. Юрий Федорович Маликов, наш шеф, он старый-старый поклонник и болельщик «Динамо». Поэтому, как бы, сам Бог велел нам это и записывать, и поддерживать. Вперёд, «Динамо»! Мы с тобой! Вперёд, «Динамо»! Мы с тобой!